В центре Хабаровска молодая автолюбительница в 2 часа ночи точным ударом опрокинула универсал Чопа, в котором с вызова возвращался сотрудник предприятия пультовой охраны. 21-летняя горожанка сидела за рулем Короллы, в ее машине не было свободных мест. Пострадала женщина, которой дойти до машины скорой помощи помог уцелевший родственник. Третий пассажир, отчим автолюбительницы, травм не получил, как и управлявшая седаном. Второй участник столкновения Чоповец тоже уцелел, хоть и пережил опрокидывание. Вылезти из застывшего на боку с оксида ему помогли прохожие. Правила нарушил этот водитель. Он ехал по Ким Ючена в направлении парка Гайдара и должен был уступить дорогу автолюбительнице. Она двигалась на перерез ему по Дикопольцево, спускаясь к Амурскому бульвару. Неосторожно выехав на перегресток, охранник вынужден был затормозить и тут же получил смачный удар в борт. Я нормально ехал, через дорогу переходил пешеход, я притормозил, у меня почему-то не было. А ее видели? Вы за грудь держитесь, у вас как ребра. Не болят? Свою вину в аварии мужчина признавал, в силу очевидности ситуации. Если приближающийся сбоку автомобиль он не заметил из-за того, что увидел переходивших дорогу людей, то автолюбительницу просто отвлекли. Я ехала с Дикопольцево по главной дороге, но ехала, так как со светофора еще 60 даже не ехала. Обычно я притормаживаю, проверяю дорогу, а здесь просто заслушалась. Не ожидала, что мне на перерез вылетит машина, потому что, по идее, он должен был затормозить, по правилам дорожного движения он должен меня был просто-напросто пропустить. Водительский стаж хозяйки Короллы 3 года. Права она получила в 18 лет. За это время она не раз попадала в аварии, но каждый раз ее признавали стороной невиновной. Это вторая машина в ее жизни. Куплена Тойота была месяц назад. Восстановить ее можно. А вот ремонт Соксида вопрос сложный. Боковой удар смял не только двери, но и деформировал скелет кузова. В Соксиде Чоповец ехал один, и это к лучшему. Обычно занимающий переднее сидение напарник в момент удара оказался бы на самом его острие. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.